привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня в одном видео покажу вам два рецепта есть у него такой небольшой лососец китинка самец небольшая и таких мелких вялей как бы смысла нету заморачиваться это будет не вкусно ничего но его можно приготовить малосольным один рецепт я посмотрел на и в интернете малосольный лосось по-норвежски с черным перцом дамы и всякими пяками и второй похожий рецепт я знаю но он чисто не норвежский у нас его используют часто делают я покажу как вам как его можно сделать быстро просто и сохранить малосольную рыбу довольно таки долго но это все в одном виде уже не буду размазывать так что приступать для начала нам нужно ее естественно разделать эту рыбку рыбка целая не под не пора то я ничего для удобства главное не моете никогда снимаете эту слизь просто ножом рыбка когда если вы намочите в этой слизи будут в разы больше вам будет удобно с него первых работать во вторых она потеряет большую часть своего вкуса рыбка была замороженная в сентябре поймана сейчас конец октября а по 20 какой-то не большинство я помолю седьмое число видите я со стекла и с нее снял и можно с ней дальше работать без проблем рыбка снова чистая а если вы намочите она вся покроется ваши обильным количеством слизи и будет невкусно и поверьте мне я где делал много рыбы знаю о чем говорю главное хорошо замораживать любую рыбу лес на водную морскую речную замораживаете а потом делать из нее что хотите хоть сырую можно кушать уже спокойно ну как вы сделаете лосось я думаю все знают вот ничего такого сложного то нету я смотрю сделаем и на две половиночки это вот был самец самец от санки найти до чем отличается он сам сайт вот такие молоки их можно пожарить вкусные штуки я не буду делать заниматься на дачу не до того другой рецепт сегодня это молоки просто выбросим смотрите какой цвет у дикого лосося должен то что продаются магазина помси это семга выращенная в садках на комбикорме цвет его делают в любой по заказу заказчика можно заказать от бледно-розового до ярко-красного хоть даже можно изощряются делают цветные синий цвет любой дикий лосось он вот такой бывает темнее бывает бледнее но он не ярко красный ненасыщенный голову мы потом с не очень приготовим и вот вот так вот разрезают вынимают жабры общикового лосося я считаю недооцененные они очень вкусные на вкус и из них можно просто пожарить можно смотреть уху а можно сделать горячего копчения очень вкусные и даже холодного копчения голова лосося классная вещь обычно их у нас выбрасывают но можно и поджарить тут есть у поесть это хрящ вкусная вещь попробуйте не пожалеете это мин кровище получилось из него немерено побоится проезд приключить эту часть видео и не смотрите сейчас я дорез дорежу его и приберу маленьким продолжим всех ребят выкидываем нам не нужен или можно отправить его желтощок уху творить в общем-то он нам ни к чему вот такая рыбка у нас получилось сейчас я приберу все это кровавое дело и продукт одного друзья рыбкой раздел не мою просто ножом со скребаем а так тебя вкуснее кровь остатки слизи но и так далее вода и рыбка это вещи несовместимые чисто видите ничего тут на ней нету там такого страшного чтобы вам у вас могу как-то отравить навредить вам не знаю такие два куска не крупного лосося посмотрите вот эти ребрышки можно срезать но рыбка небольшая я думаю их оставить и никто не подавится а кусочек будет смотреться симпатично эти перышки вообще-то это все все довольно таки вкусно не можно покрыть это перышко с пивком классная вещь она и отрежу все народ все вещи готовы можно с них дальше готовить угодно можно пожарить но мы сделаем их малосольными а сольный лосось это вкус это закуска это еда на все случаи жизни годится так вот друзья я разделал рыбку на четыре части хвосты не в счет и одну пункту мы сделаем как ее делают в норвегии одну половинку сделаю как бы я как делаю ее я норвегии делается просто они берут рыбку засыпают сначала черным перцем густо и засыпают крупной соли потом укладывают вот так куски верху тоже столь и с этой стороны соли все такая в таком положении засыпанная черным перцем и солью рыбка остается у них на ночь и потом они ее уже достают мы не все пока я все покажу и начинаем нарезают ее и готовят едят я же вам покажу свой способ как делал рыбку я и на мой взгляд она гораздо интереснее берем сухую петрушечку петрушка крытки очень хорошо заходит они хорошо дружат сухой укропчик засыпаем можно добавить также черного перца не помешает потом добрую щепотку сахара сахар и красная рыба это вещи братья близнецы красная рыба без сахара это деньги на ветер присыпаем ее сахаром потом присыпаем крупной солью укладываем вот видите вот где брюшка следующий кусок ложим сюда спинкой вот так раз вот так все здесь просто присыпаем солью а можно оставить эти специи что слетели вот вот так вот делаем и все и хвостики тут просто поваляем чтобы не выкидываешь пусть подсказывается тоже оставим здесь от этой рыбки мы сделаем сейчас следующее которую как вот я делал делал бы для себя и вам советую вот этот способ мне больше нравится мой так рыбку пока даже не вот сюда нам понадобится пищевая пленочка я думал есть у любой хозяйки на кухне такая найдется не проблема укладывая рыбку которую делаю я по своему рецепту и по норвежскому который вот у меня там стоит соль и сразу тоже вкусно она умеряя но моим больше нравится заворачиваем хорошенько в пищевую пленку плотненько вот вот такой завертон у нас получился и вот эти вот эту рыбку мы оставляем просто часы по перевожу или в тарелку и уберу в холодильник на верхнюю полку а вот эту рыбку также на 12 часов я сейчас уберу морозилку и морозилки на можно храниться бесконечно долго до года без проблем вы достали кусочек отрезали ее на верхнюю полку морозил в холодильник уже не морозил по верхней полку холодильника положили мерзую желательно делать это с вечера утром она вас оттает и будут замечательные вкуснейшие малосольная красная рыбка всегда когда вам надо да и даже так после не заранее всего там забыли гости пришли срочно надо достали буквально там час она полежит на столе и отойдет и будет можно спокойно нарезать на этом все завтра покажу да сниму это видео когда увидите просто убираем значит эту морозилку эту тарелку и в холодильник до завтра эту кладем тарелочку перчика хвостики пойдем сюда присыпем остатками соли вкусно пахнущий очень сюда подошла моя только туля через соль там или с петрушечкой соль ну делаем как по рецепту поэтому делаем вот так все накрываем крышкой что она не подсыхала придавили щитка все оставлю холодильник и до завтра я про неё забываю так что вы смотрите не приключаетесь завтра увидите что получилось ну то есть вы сейчас увидите его ну вот друзья рыбка посоленная малосольная красная двумя разными способами готова вот этому то что мы солили по скандинавской черным перцем вот он смотрите и вот то что я солил в холоде пока мы солим обычные всяких там заморочек укропчики там туда-сюда давайте посмотрим что получилось вот эту рыбку сейчас перец этот надо чистить у нас здесь больше ни к чему остатки соли которые не впитались дать рыбка получилось упругая какая жесткая прям хорошая я попробовал уже получилось вкусно перец совсем не чувствуется там ничего такого условия просто дает аромат свой и чуть-чуть чуть-чуть вкуса нарезает ее вот такими тонкими пластиками видите не совсем нет это рыбки совсем не жидкости абсолютно сухая чистая одна рыбка никакой воды ничего лишнего в этом нет мне нет рецепт достойный того чтобы попробовать я думаю найдет своих почитать увидите какая она жесткая опа отлично подойдет на бутербродики нарезаем такими пластиками укладываем на тарелочку очень плотная получается рыба когда солим его таким способом абсолютно прямо то не знаю даже какой-то сам сравните еще одна рыбка нарезана черный перчик и давайте попробуем море что получилось который мы солили в холоде она еще не совсем оттаяла но и ничего страшного тешу мы сразу отрежем мерзлая особенно хороша вот это немного помягче больше как страданинка такая друзья вот такая нарезка у меня получилось раз налетки но осталось не снимали кистрюлю нужно взять чуть-чуть учку и тоненько-тоненько его нарезать и чуть совсем полукольцами посыпать им рыбку чуть-чуть совсем здесь он так как закуска чтоб маленько оттенять вкус и полетит растительное масло ну вот и все народ вот такая закусочка буквально за 15 минут приготовленная рыбка сделано было посоль на все про все ушло минут 15 не больше очень вкусно осталось налить удочку пивка кто любит а либо можно просто свои картошечки положить такой хоть крытки на хлебушек и будет очень вкусно уверяю вас но все ребят кому понравилось такой простой рецепт ставьте пальцы вверх кому не понравилось ставьте пальцы вниз может непонятно пишите комментарии обязательно всем отвечу она вам не забывайте подписываться на канал всем до встречи всем пока очередной рецепт реально рыбки уже на подходе будет субботу всем до встречи